Позвольте представить интересное клиническое наблюдение, небольшое рассуждение на тему о том, а можем ли мы, так сказать, расширить свои горизонты и выйти за пределы привычных количеств облучения, особенно при локализациях в области головы и шеи. — Медицина у нас развивается бешеными темпами. Сейчас каждый день что-то новое. Вот только за прошлый год, по-моему, FDA зарегистрировал более чем 40 препаратов для иммунотерапии, появляются установки для лучевой терапии. Сейчас бурными темпами развиваются нетрадиционные виды, скажем так, протонно-ионная терапия, а привычные линейные ускорители, кибер-гамма-нож уже стали чем-то рутинным. Естественно, у нас появляется большая когорта пациентов, которые уже переживают привычный для нас рубеж наблюдения, и появляется потребность в том, что, может быть, надо что-то повторить из модальностей. И лучевая терапия здесь, возможно, является крайне полезной опцией. Но если мы говорим про локализацию опухолей в области головного мозга, в области головы и шеи, то здесь, конечно, у нас традиционный такой табу всегда присутствовал, потому что есть большое опасение очень грозного осложнения радионекроза мозговой ткани, которая, в общем-то, не всегда лучше прогрессирования самого заболевания. Как мы знаем, радионекроз вылечить полностью нельзя, он прогрессирует, очень сложная моногенная реакция. И поэтому эти опасения долгое время превалировали. Но если посмотреть литературу за последние даже более чем 10 лет, то, по крайней мере, для метастазов уже набрано большое количество материала о том, что да, их можно облучать и не один раз. И тотальное облучение головного мозга проводят уже повторно, и радиохирургические какие-то модальности тоже проводят при небольших объёмах. И дальше большие объёмы опухолей глиальных тоже, в принципе, мы видим небольшие отдельные сообщения, где-то порядка 10-15, максимум 30 пациентов. Это всё сейчас уже набирает обороты. Если посмотрим по техникам, то здесь преобладают, можно выделить две основные группы. Это стереотоксическая лучевая терапия. Ну, понятно, в основном, поскольку метастазы – это небольшие объёмы, тут, что называется, все карты в руки, надо использовать возможности гипфракционирования и радиохирургии, где-то возможно. Если же мы говорим про более крупные объёмы, то здесь карбланш для протонной терапии, поскольку общеизвестные радиобиологические и дозиметрические преимущества позволяют именно этот вид лучевого лечения рекомендовать в качестве терапии при повторном облучении. Вот. Но вопросов, конечно, белых пятен в истории с повторным облучением остаётся очень и очень много. И единственный, пожалуй, момент, на который мы сегодня можем ответить, это то, что толерантность нервной ткани, классическая есть работа Анга с авторами Нидера, толерантность восстанавливается за один год порядка 20-25%. Всё. А дальше, к сожалению, до сих пор и по сей день работ нет. Тем не менее, повторное облучение при глиомах, например, головного мозга является одним из вариантов лучевого лечения, в том числе и после операции, при рецидивах. Это уже отражено в свежих рекомендациях НССР. Наряду с клиническими протоколами или системной противоопухолевой терапии лучевая терапия стоит на третьем месте с очень высокой степенью доказательности. Ну, как я уже сказал, белых пятен много. И ответить на них — это задача для исследователей в ближайшее время. Во-первых, когда оптимально можно? Когда? Через месяц, через день, через 12 месяцев? То есть на этот вопрос пока достоверного ответа нет. Когда мы можем повторно облучать? Ну, есть мнение уважаемого Андрея Вадимовича Голанова о том, что минимальный срок всё-таки должен составлять не меньше 12-18 месяцев. Но это же и подтверждается исследованиями о том, что толерантность нервной ткани восстанавливается в небольшом... где-то 1,5 восстанавливается за год. Какую дозу дать? Ну, логично предположить, что не меньше первоначальной. То есть если уже есть рецидив на фоне радикально подведённых доз, ну, опять же, у нас баланс, нам надо соблюсти баланс между... То есть можем ли мы дать радикальную дозу, уже имея какое-то лучевое воздействие на окружающие структуры? Это большой вопрос. Какая должна быть мишень? Тут нам помогает не только классический золотой стандарт МРТ с бедолинием, но и новые модальности, мы глянем на биологические исследования, МР-спектроскопия и, прежде всего, позитронно-эмиссионная томография с аминокислотами. Объём мишени оптимальный. За какие пределы мы сейчас себе выйти позволить не можем? Тут тоже большой вопрос. Ну, в работе Макдональда, в частности, Сетиви больше 50 кубиков, для глиальных опухолей описано, как неблагоприятный прогноз. В принципе, не рекомендовано даже для повторного облучения. Но это, опять же, одно из мнений. Широких рандомизированных исследований на это чёт нет. Ну и вот немаловажный вопрос, чем облучать. Тут я отчасти уже в коротком лет обзоре ответил. Если это маленькие объёмы, то предпочитено, конечно, лечение на линейных ускорителях или на гамма-НЖ с возможностью гипофракционирования и радиохирургии. Но если мы говорим про большие объёмы, то это, конечно, протоны. И если уже есть и такая возможность, то ионная терапия. Я, конечно, с осторожностью. Ну и вот самый сложный вопрос, на который отчасти попробую ответить в своей презентации, в демонстрации клинического случая. Какой, в общем-то, потолок у нас? Сколько раз мы можем облучать одну и ту же зону? Два-три раза по метастазам, судя по всему, можно. А больше можно? Вот этот вопрос сложный. На него мы не нашли в литературе, сколько ни искали, ни одного упоминания, чтобы больше трёх раз одну и ту же зону в области головного мозга облучали. Поэтому клинический случай, который мы представляем, на наш взгляд является крайне уникальным. Итак, у нас есть... Значит, в 2016 году к нам обратилась пациентка, наша коллега, медицинский работник, 30 лет молодая девушка с гемангиоперецитомой, очередным рецидивом гемангиоперецитомы левой орбиты. У неё очень на тот момент уже был длительный и непростой анамнез. В 1999 году у неё была операция, потом 2D-лучевая терапия. В 2009 году был рецидив спустя 10 лет. Была стереотоксическая лучевая терапия гипфракционирована. 24 грея за 3 фракции на кибер-ноже. Это всё лечение проходило у наших уважаемых коллег в Институте нейрохирургии Бурдента. И в 2013 году также очередной рецидив. Уже тут срок поменьше до рецидива, 4 года. Гипфракционирование 30 грей за 5 фракций. И в 2016 году она обратилась к нам с очередным рецидивом. Выглядело это вот так. Глаз на тот момент уже был левый, слепой, на правом сохранено абсолютно стопроцентное зрение. Признаков некроза мозговой ткани в лобной области ничего такого не было, поэтому мы, в принципе, решили, что, ну, почему бы и нет, даже после последнего обучения прошло уже больше трёх лет, у нас, как вы знаете, есть такая уникальная возможность, как проведение протонной терапии. И поэтому мы решили рискнуть вместе с пациенткой, обсудили все риски, связались с коллегами-нарохирургами и провели курс в радикальной дозе, насколько это возможно было в данной ситуации, 60 грей за 30 фракций. Ну, режим здесь был такой щадящий, потому что мы понимаем, что это уже четвёртое на тот момент облучение. Все предыдущие были в вполне себе радикальных дозах. Конечно, опасения радионекроза, ожидания были очень-очень большие. Вот такой у нас красивый план получился с минимальным вовлечением мозговой ткани височных долей, с практически полностью отсутствующей дозой, меньше 10% на контролитеральный зрительный нерв, на ствол бланового мозга. Лечение у нас прошло в апреле-майе 2016 года, и контрольное исследование в течение первого полугода уже был заметный регресс, более чем в три раза по объёму уменьшился. Через один год было достигнуто более чем 90% регресса опухоли, то есть фактически комплит-респонс. Но через два года небольшой некрозик всё-таки случился. Это было ожидаемо, мы к этому были готовы, поэтому, да, такое произошло, но у нас есть инструменты в виде стероидов и, прежде всего, био-чезумаба для контроля за этим осложнением. Курсы мы провели и, в принципе, застабилизировали некроз. И он себя, главное, что никак клинически не проявлял. В июне 2019 года, это уже получается, спустя три с небольшим года, после четвёртого облучения был очередной рецидив и продолженный рост опухоли, подтверждённый по опозитронно-эмиссионной томографии с теразином, с относительно небольшим накоплением, но, опять же, важно, что некроз не прогрессирован, был застабилизирован, и поэтому ещё раз обсудили, взвесили все за и против и предложили пациентке следующую схему. 54 грея за 30 фракций, то есть по 1,8, и прикрываемся био-чезумабом для того, чтобы риски, опять, чтобы снизить риски некроза, рецидива некроза, скажем так, каждые 2 недели в стандартной дозировке 5-10 миллиграмм на метр квадрат, на килограмм. Такой у нас план. Мы выбрали уже поля такие, чтобы они не пересекались с предыдущим планом протонной терапии. То есть пришлось идти, конечно, через затылок и через контролутральную сторону, но это позволяло достигнуть максимальной комфорности и избежать перекрытия перекрёста полей с предыдущим лечением. Опять же, видим, что очень хорошее, красивое, конформное влучение. Да, доза теперь здесь побольше на окружающей нормальной ткани. Я имею в виду интегральная, но это расплата за максимальное исчезение в височной доле. Был достигнут, опять же, положительный результат через контрольное исследование через один год практически комплит-респонс более чем 90% прогресса опухоли. Но в августе того же года резкое ухудшение состояния у пациентки, она была переведена в реанимационное отделение в Москве, и при исследовании у неё был выявлен абсцесс в левом полушарии, и всё это, к сожалению, для нас, в первую очередь для пациентки, закончилась летальным исходом. Мы изучили внимательно литературу. В принципе, как таковой абсцесс, конечно, не является прямым следствием лучевого лечения в таком количестве. Но, тем не менее, поскольку это всё было в области передней и средней черепной ямки, и кость неизбежно попадала у нас, основание, и кости основания черепа попадали у нас в область облучения, то, скорее всего, они и стали входными воротами для инфекции. В последнее время пациентка жаловалась на хронический синусит, и, вероятнее всего, это и послужило причиной вот такого буквально через два месяца после очень положительного результата, спустя пять курсов облучения, спустя год после последнего лечения, практически полный регресс. К сожалению, так сложилось. Тем не менее, что мы имеем в этом действительно уникальном случае? 20 лет наблюдения. Пять раз облучали, и всякий раз это было разными модальностями, скажем так, учебами. Если смотреть на биологически эффективные дозы, которые получили структуру, то они многократно за пределами толерантности, которые нам привычны. Но тем не менее, пациентка всё это время работала так же успешно, как медицинская сестра, и никаких признаков даже с помощью специального тестирования, каких-то нейрокогнитивных значимых расстройств мы у неё не выявляли. Токсичность, которая у нас случилась в виде некроза после четвёртого облучения, после первого протонного и четвёртого в целом, она была ожидаема, и самое главное, она была контролируема. То есть мы были к этому готовы, и достаточно успешно нам удалось всё это вовремя поймать, без клинически значимых каких-то ухудшений пролечить. В общем-то, таким образом, я думаю, что этот клинический случай показывает, демонстрирует возможность, естественно, это не массовое мероприятие, это очень для ограниченного контингента пациентов с исчерпанными альтернативными возможностями. Это для клиник с очень хорошей командой и с очень широкими возможностями лучевого лечения, потому что на стандартных линейных установителях это, конечно, реализовывать не стоит, то есть так рисковать не надо. Но, тем не менее, это показывает возможность принципиально о том, что расширить горизонты можно и нужно, и это может значимо, оказать очень значимое влияние и на продолжительность самое важное жизни пациента. и без какого-то значимого ухудшения качества. У нас этот случай подробно опубликован в зарубежном журнале Case Reports on Oncology, поэтому, если у кого-то возникнет желание ознакомиться, мы с удовольствием пришлем, можно его найти. Если будут вопросы, то я готов на них ответить. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok